Итак, мы продолжаем серию видеоуроков о визуализации данных на карте, и сегодня я расскажу, как загрузить данные на сервис карт ЛДБ для последующей работы. Для начала я скачаю данные с сайта «Открытые данные России», с которыми мы будем работать на протяжении следующих видеоуроков. Найдем набор данных о всех МФЦ в России, многофункциональных центрах получения государственных услуг. Перед использованием набора данных рекомендуется прочитать условия использования. Скачаем последнюю версию, и для правильного отображения рекомендую использовать версию UTF-8. Как видим, файл скачался. Теперь перейдем в сервис карты ЛДБ, в котором мы будем визуализировать эти данные. Вы сможете найти ссылку на наш вебинар по этому сервису под описанием к этому видео. Сервис имеет бесплатный базовый функционал, и для входа можно зарегистрироваться или использовать аккаунты в своих социальных сетях. После входа в сервис предлагается посмотреть короткое видео о работе карты ЛДБ. Под видео приведены три шага, из которых состоит работа этого сервиса. Первый шаг – загрузить данные. Второй шаг – визуализировать данные. При этом есть большое количество настроек. И третий шаг – поделиться готовой картой с помощью ссылки, вставить с помощью кода на свой сайт или использовать в своем мобильном приложении. Сегодня мы пройдем первый шаг и загрузим данные. Нажимая на зеленую кнопку для создания первой таблицы, предлагается загрузить данные с вашего компьютера или с помощью прямой ссылки на файлы с данными, а также из ваших облачных сервисов, твиттера или просто создать пустую таблицу и вбить данные вручную. Если у вас нет набора данных, это не беда. Здесь много наборов тестовых данных, с помощью которых можно посмотреть работу сервиса. Все эти данные удобно разбиты на категории и их можно найти в разделе «Common Data» в верхнем меню. Я же загружу наши данные, которые я скачал с сайта «Открытые данные России». После загрузки открывается таблица с данными. Так как сервис предназначен для визуализации данных на карте, то нужно проверить, правильно ли указаны геолокационные данные, а не в столбце с меткой «Geo». Как мы видим, автоматически данные с местоположением не распознались, и это надо сделать вручную. В нашем наборе есть два столбца, в которых указаны координаты долготы и широты, поэтому тип данных в этих столбцах надо поменять. Входим в настройки данных столбца и видим, что здесь можно поменять тип данных или указать геоданные, выбрав геореференс. Дальше меня спрашивают, в каких столбцах указаны данные о долготе и широте, и я выбираю соответствующие столбцы. Также можно сделать это, если у вас есть данные с названием городов, улиц и другой информации о геоположении. Теперь столбец с пометкой «Geo» отображает геолокационные данные, с помощью которых можно визуализировать остальную информацию. Работа с данными в таблице ничем не отличается от привычной программы Excel. Здесь можно добавлять или удалять строки из столбцы, применять фильтры и менять типы данных. Таким образом, мы прошли первый шаг – загрузили данные для последующей визуализации. Субтитры создавал DimaTorzok